Харе Кришна, вы слушаете утреннюю программу с Намарасой, номер один подкаст в мире. Для меня большая честь встретиться сегодня в этом подкасте с Сати Нарайном Дасом Бабаджи Махараджи. Махарадж, спасибо большое, что присоединились к нам. Намасте. Итак, я хотел пригласить вас на мой подкаст, потому что вы очень эрудированный ученый в обществе Гаудия Вишнавов. Поэтому я хотел бы поговорить немного о вашей квалификации. Вы получили степень доктора наук, работая над Бхакти и Сандарпхой. Вы также получили уровень магистра по санскриту, бакалавра и магистра технологий. Вы также учились на юриста индийского права, что очень увлекательно. Вы очень разумный человек, очень много учились, поэтому мне хотелось бы поговорить с вами о разных аспектах сознания Кришны. Также о вашей истории в сознании Кришны на пути Бхакти. Может, вы расскажете, как вы познакомились с духовной жизнью? Это очень длинная история. Это займет некоторое время, потому что это не так, что кто-то мне проповедовал, и я затем присоединился к Искону или к духовной жизни. Но с самого моего детства, с самого детства я знал, чем я буду заниматься. Насколько памяти у меня есть, я помню, что с того возраста я не хотел жить семейной жизнью. Я не хотел жениться. Я видел, люди вокруг меня были женаты, но я не хотел этого. Я хотел стать саду. Я даже визуализировал себя с бородой, как я как в садху живу. То, что вы видите сейчас. Итак, я родился в деревне, неподалеку от Враджа. В те дни все было иначе. Сейчас все так изменилось. Мне кажется, что я принадлежу к одному из последних поколений Индии, когда люди видели две стороны мира. То, что вы читаете в десятой песне Шримад Бхагаватам, детская жизнь Кришны, то, как он играл с коровами, обычная жизнь пастуха, все вместе были. Я жил именно так. Это была очень маленькая деревня. Не было электричества, поэтому можете представить, нет, электричество означает отсутствие каких-либо механизмов. Не говоря уже о телефонах, что уж говорить о телевизорах, компьютерах, камерах. Ни у кого не было даже часов. Представьте жизнь без наручных часов. Без радио. Не было никаких новостей. Просто люди вместе были. Было около 50 семей, и каждый просто занимался сельским хозяйством. Конечно, было в нашей деревне два дома браманов, которые занимались браманической деятельностью. Те, кого мы называем шудрами, тоже были. Они занимались другой деятельностью. Например, они изготавливали обувь, как это было раньше в Индии, согласно Варнажерам на системе. Но преимущественно люди были кшатриями. Я принадлежу к шатриям. На самом деле, моя родословная исходит от Арджуны. Мы можем провести линию к Арджуне, потому что в Индии есть определенная система. Часто люди говорят, «А, Пураны — это просто истории». Люди просто выдумали их. Но есть класс людей, которые являются браманами, их называют бхаты. Или джага, их также называют. То, как сута Госвами произносит Пураны. Эти люди принадлежат к тому же самому классу. Их называли сутами, но их также называли бхатами, как гопала, бхаты Госвами. Это был определенный класс браманов. То есть, что они делают? Они записывают, ведут учет, перепись семей. И это считается аутентичным. То есть, если кто-то умирает, если кто-то рождается, они записывают это. Раз в год они отправляются в каждый дом. В их юрисдикции было несколько деревень, несколько семей. Как знаете, раньше было под юрисдикцией одного короля было несколько деревень. И так они приходят в определенный дом и затем обедают в этой семье и остаются там на ночь. И что они делают затем? Они перечитывают линию. То есть, это не просто перечень, а в форме шлока, как поэзия. И они записывают всю линию. Поэтому и суток асвами также принадлежит к этому классу. Одна из характеристик Пуран заключается в том, что это литературное произведение определяет линию, генеалогию. Среди десяти тем, которые описываются в Пуранах, является также генеалогия. Это одна из характеристик Пуран. Особенно если увидите девятую песнь Бхагава, там в ней говорится только о царях и о линиях, включая Кришну. Это так, как заканчивается девятая песнь. И затем уже в десятой песне даются детали, подробности жизни Кришны. Это, чтобы просто вы поняли одну сторону. Я, конечно, могу говорить еще больше. Также, когда кто-то умирает, тогда нужно проводить церемонию Шрада и отправляться в Харидвар, поместить пепел в Гангу. Тогда также сидели браманами со многими-многими стопками записей. Они записывали всех членов вашей семьи, которые когда-либо приходили туда. Они могут сказать, «А, вот 30 лет назад твой прадед пришел сюда, и он делал такое-то пожертвование». И они все это записывают. Поэтому очень много историй может быть предоставлено. К сожалению, сейчас это уже теряется. Что вы думаете об изменениях в Риндауна? Да, да, я также видел, потому что я уже живу во Риндауне 35 лет. Я видел столько много изменений. На самом деле, недавно я отправился в мою деревню, может, 35-40 лет. Это уже даже не деревня. Я даже не смог узнать мою деревню. Уже нет тех полей. Многие люди уехали, многие умерли. Я уже практически никого не смог узнать. И так я жил. Ходил босиком, пас коров. Играл во все те игры, которые описаны в Бхагавате. Так я вырос. Я всегда думал о моей цели в жизни. Ребенком я проводил пуджу, служил Кришне. Все то, что я знал, так как не было какого-либо учителя. Но в нашей деревне был саду, который приходил в нашу деревню из Риндауна. Он принадлежит к Радавалабхе, Самбрадая. Если вы когда-нибудь слышали Ахита Харивамши Госвами, который, как говорят, был учеником Гопал Бхаты Госвами. Затем произошел конфликт, и он отошел. Или, скорее, мы верим, что Гопал Бхата Госвами отказался от него, отрекся. Это такая противоречивая история, я не знаю истинной версии. Так или иначе, садул приходил в нашу деревню еще до моего рождения, и он был слепцом. Но у него были некоторые йогические силы. Люди были очень впечатлены, спрашивали, конечно, о семейных проблемах. Но он хотел построить храм. И мой дед пожертвовал землю для храма. И этот храм был смежным с нашим домом. Поэтому с моего детства я всегда ходил в этот храм на Арати. И этот слепец саду установил божество Радхи Кришны. Затем я отправился в Америку, пришел в Вискон Детройт. Вернувшись в Индии, мой дед мне сказал, что этот саду звали Сурдас. И Сурдас был известным поэтом в Индии, который жил в одно время с Дживой Госвами. Он написал очень много стихотворений о Кришне, но он был слепым. Поэтому в Индии есть такая традиция, если кто-то слепой, его называют Сурдас. Потому что назвать кого-то слепцом для этого своего рода оскорбления. На самом деле его звали Кишори Дас Баба, но никто не звал его так на самом деле. Все звали его Сурдас Баба, Сурдас Баба. Мой дед рассказал мне, что когда я родился, этот слепец ходил пешком из деревни в деревню. И он основал где-то 15-20 храмов в разных деревнях. Проводили киртаны и так далее. И так, когда я родился, этот Сурдас Баба сказал, он придрёг. Или этот мальчик станет большим политиком, или он станет саду. И так, когда я вернулся из Америки, мой дед сказал, вот теперь это предсказание взбылось. И так я вырос в этой деревенской атмосфере. Я читал разные истории. В храме были такие книги, как Махабхарата. Я читал все эти книги с большим энтузиазмом. И деревенские люди были необразованные. Они садились и слушали, как читали эти истории, потому что они ничего такого не слушали из шастры. Таковим было моё детство. В нашей деревне была школа, и в этой школе была одна комната и один учитель. Не та школа, о которой вы можете думать сегодня. Не так, чтобы были парты, все сидели, учились. Все сидели под деревом, читали и писали. Затем я отправился в другую деревню. С первого по пятый класс я учился у меня в деревне. Затем с шестого до восьмой я ходил в другую деревню, которая находилась в нескольких километрах от моей деревни. После этого уже не было школы в деревне рядом с нами, и мой отец хотел, чтобы мы все были образованными. Поэтому один из наших родственников также жил в деревне, но неподалёку от Дели. Неподалёку от его деревни была высшая школа, то есть есть старшие классы, девятый, десятый, одиннадцатый классы. В то время у нас не было новой системы образования, поэтому я жил в той деревне и учился там. И для меня это был большим потрясением уехать из моей семьи, из моей деревни. Там было более современные условия, было электричество. Именно он, я очень хорошо учился, был хорошим учеником, он меня вдохновил на то, чтобы я поступил в IIT, Индийский технологический университет, для поступления необходимо было сдавать вступительные экзамены. Их сдают и сейчас. Они очень сложные. IIT – это очень престижный университет в Индии, самый престижный. Я сдал экзамен, и на самом деле туда очень тяжело поступить. Некоторые поступают в MIT и IIT, и в конце предпочитают IIT. Большинство инженеров, которые работают на Microsoft, выпускники этого университета. Генеральный директор Google также из этого же университета. Да. Они занимают высокие положения. Так или иначе, я поступил туда. Это было другое потрясение для меня, потому что я поступил в университет, но не владел английским языком. А все студенты были из богатых семей, из высших классов, и они говорили по-английски. А я был просто из деревни, поэтому мне сложно было. Я учил английский сам. Поэтому я, когда я закончил учебу, образование бакалавра технологий длилось пять лет. Я думал о том, что будет дальше. Потому что если я закончу мою учебу, тогда я должен буду поступить на работу, и затем возникнет вопрос, женить бы, так как это стандарт в Индии. И поэтому я поступил на магистр технологии. То есть я еще поступил на магистр, чтобы еще два года проучиться. Я убедил моего отца, что я хочу учиться, и я ему сказал, затем после магистра я поступлю на работу. Сначала я получил работу на одной автомобильной компании, на которой строили тракторы в Фаридабаде. И Фаридабад находится недалеко от моей деревни. Я получил работу, и я жил в деревне. Затем снова давление возникло в связи с вопросом женитьбы. И в Индии существует система брака по договоренности. Поэтому получается следующим образом. Отец дочери приходит к отцу юноши и предлагает жениться. Многие люди приходили к моему отцу, потому что я был квалифицированным человеком. А затем эта проблема касалась меня, потому что затем отец обращался ко мне, а я не хотел жениться. Сложно было сказать ему, почему я не хотел жениться, потому что никто не знал, что было у меня на уме. Я никогда не говорил, что хотел стать в саду. Никто не знал, какой был мой план. Только когда я стал в саду, только затем они уже поняли. Потому что я сказал, это то, чем я хочу заниматься. Поэтому я думал, лучше уехать отсюда. И я нашел работу в Мумбаи. Знаете, выпускникам IT очень легко найти работу. Я нашел работу в компании Tata, большая корпорация в Мумбаи. Я отправился в Мумбаи. Думаю, что там я буду далеко от семьи и буду в безопасности. Особенно в те времена, это было еще в 70-х годах, поэтому путешествовать не так уж и легко было. И так я отправился в Мумбаи. И проработав месяц, я уволился. Но когда я приезжал домой, то же самое история, та же самая песня. Женитьба, женитьба. Именно тогда я решил отправиться в Америку. У меня не было намерения ехать в Америку. Хотя многие мои одногруппники отправлялись в Америку, и все хотели ехать в Америку. У меня не было этого намерения, я не хотел этого делать. Поэтому затем я отправился в Америку, устроился на работу в Майами, во Флориде. И затем я начал поиск духовных организаций. В то время их было не так уж и много. И так я приземлился в Майами. Это, кажется, было 9 января 71-го года. У меня вообще не было никакого понятия о том, что такое Америка, какова жизнь в Америке. Многие люди в Индии считали, что приехать в Америку это как достижение райских планет без проведения каких-либо ягей. «Дороги, устланные золотом». Да, увидев американскую культуру, я больше убедился в том, что это не то, что я хотел делать. Я увидел пустоту этой культуры, как люди жили. Все было внешне. Внешне все хорошо, но внутренне на самом деле вонючее. Извините за выражение. Потому что не было семейных отношений. Я пришел из очень любящей духовной семьи. Хотя мои родители не были какими-то учеными, но у них была глубокая культура. И они также были очень любящие родители. Я увидел разницу. Помню, однажды мой работодатель пришел и сказал, «Я опоздал, потому что моя машина сломалась, и я взял машину моей супруги». Для меня это было потрясение. Я подумал, конечно, не спросил напрямую, но я удивился. «Ты приехал на машине жены? Что это значит, машина жены?» В Индии у нас одна большая семья, если есть один велосипед, то все считают, что это наш велосипед, а не чей-то. А он приехал на машине жены. Я понял, что там не было никаких отношений. Просто все индивидуалисты и живут вместе, но там нет гармонии сердца. Я увидел контраст между индийской культурой и западной культурой. Это стало для меня еще более очевидно. Это еще больше подтолкнуло меня заниматься духовной жизнью. Но в Америке не было ничего особенного. Сначала я познакомился с Джай Кришна Мурти. Джай Кришна, вы слышали о нем? Он был известным человеком, и он был частью теософического общества. Это отдельный разговор. И так я начал с учебного круга Джай Кришна Мурти. Он был также очень известен в Европе. Он жил в Швейцарии и также, кажется, в Калифорнии. Я отправился туда, но я не был впечатлен. Затем был еще другой человек. Его звали Гуру Махарадж. Гуру Махарадж. Бали Йогишвар. Молодой парень, может быть, 20 лет. Но он очень известен был в Майами. Помню, был фестиваль Холи, когда бросают краски. И он когда-то арендовал целый стадион. И все там разбрасывали краски, струк. У него было тысячи и тысячи последователей. Я тоже пошел послушать его, но он меня не впечатлил. Также был небольшой центр Искон неподалеку от того места, где я жил. Но я ничего не знал об Искон в то время. Я посетил это место, но мне там тоже не понравилось, потому что, как только я пришел туда, знаете, как предыдущие Искон делают. Они начали проповедовать мне. Я не мог поверить. Они заставляли меня купить книги. Я бы купил книги, но так как они заставляли, поэтому я оставил это место и ушел оттуда. Я не хотел. Больше туда никогда не вернусь. Затем меня отправили в Детройт. Я работал на компьютерную компанию, которая называется Борроуз компания. Это была вторая компания после IBM. В те дни таких компьютеров, которые мы пользуемся сегодня, еще не было. То есть, было только три вида компьютеров. Маленький, средний и большой. Большой, средний и маленький компьютеры. Большой компьютер означает, что он будет занимать целую комнату. Поэтому комнату и называли компьютерной комнатой, потому что она занимала размер целой комнаты. Там должна была поддерживаться определенная температура. и даже маленькие компьютеры были огромными, они занимали размер целого стола. Итак, я приехал в Детройт, и в то время я стал еще более серьезен. И, к счастью, в Детройте была библиотека, и у них была секция философии. Там были некоторые книги об Индии и индийской культуре. Я брал книги и читал их, потому что больше ничего не было доступно. Я читал биографию Рама Кришны Парамахамси. И я был впечатлен. Я думал, о, мне нужно найти кого-то и нужно присоединиться к ним. Он говорил, что человек должен контролировать чувства и поститься. Это очень важно. Поэтому я начал тоже поститься в выходные, и каждый выходной я постился полностью пост-дюджо. я был очень серьезным, у меня было много друзей, мы были очень близки, и по выходным у нас были вечеринки, но я держался в стороне. Поэтому в моих кругах все знали, что этот парень держится в стороне. И так, что произошло в столице Мичигана? Я забыл, какая столица Мичигана? Кажется, Ленсинг. Да, Ленсинг, мне кажется. Там жил один из моих старших одногруппников из университета АйТи в Делли. Я знал его, и я приехал к нему в гости. Он работал там, был женат. Я приехал к нему, и он также слышал обо мне. Он сказал, «О, есть очень красивый храм Рада Кришне в Детройте. Тебе стоит посетить его, тебе он понравится». Он не сказал «Скон». Если бы он сказал «Скон», я бы наверняка туда не пошел, из-за моего опыта в Майами. Затем я пришел, я посмотрел в телефонном справочнике и нашел телефон храма. Позвонил, узнал, как добраться туда. Я жил неподалеку от Детройта, и так я отправился туда, на воскресный пир. Я подумал, «О, здорово, в субботу и воскресенье я пощусь, а в воскресенье я могу прервать пост здесь во время пира». Но я был удивлен, потрясен храмом. Если вы в Детройте были, то там очень красивый храм, который был куплен Амбаришей Прабу и другой ученицей Прабхупады. Я забыл ее имя. У них красивый сад с павлинами, что напомнило мою деревенскую жизнь. Красивый храм, и я начал ходить туда. Снова преданные начали проповедовать мне. А я с ними спорил, и они не могли убедить меня, потому что их ответы всегда были слишком простыми для меня. Но так случилось, что президент храма Детройта Искон был выпускником из Ай-Ти-Дели, того же университета, что и я. Навин Кришна, если слышали о нем. Он аж сейчас живет в Алла-Чуа. Он был в Джи-Би-Си в свое время, но он оставил этот пост, потому что начал говорить об отравлении Прабхупады. И он также написал какую-то книгу, и затем он ушел из Искон. Мне кажется, он живет в Алла-Чуа. Однажды он пришел ко мне в гости несколько лет назад. И так он рассказал всем людям в общине в Детройте. Было около 80 преданных в то время. Мне кажется, это был один из самых процветающих храмов в Искон. Он сказал всем, проповедуйте другим, но не проповедуйте этому парню. Я сам с ним разберусь. И в то время я встретился, познакомился с одним другом, который тоже был из IIT университета. Был еще один преданный Рави Готен, сейчас его зовут Раса Раж. И так мы трое стали очень близкими друзьями. Мы встречались на выходных. На самом деле каждую пятницу или субботу мы встречались, беседовали. Он жил во Флинте, в 80 километрах от Детройта. он там работал. Мы ездили к нему домой, он жил сам. И мы просто говорили о Бхагаватам, о том, о сём. И все трое мы присоединились к Искому. Мы приняли Дикшу в 1981 году в Детройте. Именно так я присоединился. Моя работа была очень интересной. Моя работа заключалась в нахождении неисправностей. То есть Бороуз и компания, приняв решение производить компьютеры, решила производить также программы для бухгалтерского учёта. И если возникали какие-то проблемы, они обращались ко мне. Это была моя работа. так как не у всех были компьютеры, мне нужен был компьютер, чтобы устранять неисправности. Мне говорили, что я мог работать вечером, для того, чтобы днём те, кто пишет программы, могли пользоваться им днём. И люди мне говорили, можешь приходить работать в пять вечера. Я говорю, я могу приходить работать с трёх до десяти. потому, что мне сразу компьютер не нужен, я приду с трёх до пяти, а затем, начиная с пяти часов, уже буду работать на этом компьютере. Поэтому я работал с трёх до десяти вечера. Это означает, что я целый день был свободен, а десять вечера это не так уж и поздно. А офис был недалеко от моего места, где я жил, 15 минут на машине. И более того, моя работа устранения неисправностей была интересной, потому что никто не знал, сколько времени займёт устранение той или иной проблемы. Они указывали на неисправности и говорили, сколько вам понадобится времени? Я отвечал, ну, десять дней. Я говорил, наобум десять дней. Хорошо. Но я мог решить её за день. А девять дней я просто был свободен. Поэтому то, что я делал, я просто брал книги читал на работе. И так никто не был рядом, никого не было рядом. После пяти все уходили, но никто не стоял за мной. А иногда я решал проблемы из думы. Потому что если вы знаете, в чём проблема, вы просто думаете. Например, я готовил, затем в голове я решал эту проблему. То есть у меня так много было времени, чтобы читать. Я прочёл много книг Прабхупады. Что меня впечатлило в то время, на самом деле, я не хотел присоединиться к Искон в то время, но именно второй том биографии Прабхупады, если не ошибаюсь, она называется «Высадка семян». И сначала выпустили второй том. Сад Сварупада с Гасвами написал сначала вторую часть, а затем первую, потому что ему нужно было проводить исследования касательно ранней жизни Прабхупады. И так первая часть вышла позднее. Вторая часть начиналась с приезда Шрилы Прабхупады в Бостон. Меня это очень глубоко впечатлило, я был очень впечатлён. Я сразу же предался Прабхупаде, просто читая его книгу, потому что я видел, насколько он велик и через какие сложности он прошёл. Поэтому для меня было не так легко принять чьё-то мнение. На самом деле никто не мог меня убедить, но биография Прабхупада была убедительной. Это не было просто проповедью кого-либо. Именно так я решил присоединиться к ИСКОН. Но затем через год возникла большая проблема. Я принял дикшу от Джая Тиртхи Махараджа Тиртхапада. А в 1982 у него возникли проблемы. Мы уже слышали, были какие-то... Ну, так как мы были его учениками, мы слышали только положительные вещи. И так он принимал ЛСД, и это было большим противоречием. Затем, когда он ушёл из ИСКОН, он присоединился к Шридхару Махараджу в Навадвипе. И так многие его ученики оставили движения. То есть это был сложный период для меня. Мы не знали, что делать. В то время многие гуру приезжали. Рамишвара с вами, Мавананда Махараджа, Гопал Кришна Махарадж приезжал, кто-то ещё приезжал. То есть большинство моих бывших братьев боги получили реинициацию. А я и Раса Радж, и этот третий преданный Гаудиа Пракаш, мы не получили реинициацию. Раса Радж сказал, что он отправится в Индию и узнает, что происходило. Потому что мы не были уверены, что нам говорили правду. Вы были в Америке в это время. Да. Затем он приехал в Индию и встретился с Джайотирдхой Махараджем. Махараджа его убедил, и он остался с ним. Он открыл для него храм в Бангалоре, а я остался сам по себе. У нас не было никаких новостей. Я был казначеем в Детройте, поэтому все преданные приходили каждое утро ко мне для того, чтобы получить деньги. То есть это были преданные Сан-Киртаны, не знаю, знаете ли вы, это называлось SKP Сан-Киртана партии. То есть они думали, что Сан-Киртан это распространение книг на улице, но что преданные делали? Они распространяли благовония, какие-то картины, и это считалось Сан-Киртаной. Они брали утром какие-то деньги, чтобы была сдача, а вечером они возвращали кассу, скажем так. Мне нужно было ввести учеты. И каждое утро объявляли их имена. Столько и столько пунктов, очков заработал тот и другой преданный. Мне тоже нужно было распространять книги, но я ненавидел делать это. У меня не было достаточного уровня, потому что я не проповедник, поэтому я не хотел распространять книги. Максимум, что я мог собрать, это 20 долларов. А все другие собирали 300, 250, поэтому все смеялись с меня. А затем они начали еще больше издеваться надо мной, потому что я не принимал дикшу, я имею ввиду реинициацию. Поэтому мой офис находился на втором этаже, и если кто-то поднимался по ступенькам, то он говорил «Шрила Рамишвара Махараж Кийджай, Санкиртан Падо Кийджай, Шри Бхавананда Махараж Вишну Падо Кийджай, такой-то, такой-то Кийджай». И затем они говорили «Подразумевай меня, а я еще не решил Кийджай». То есть я еще не решил у кого принять дикшу, а я еще не решил Кийджай. Именно так они мне причиняли беспокойство. И затем я решил уехать оттуда. Так много вещей произошло, я не хочу все рассказывать. Затем я переехал в Лос-Анджелес. В Детройте был один преданный, Думиракеш, ученик Прабхупады, который работал в музее, и он переехал в Лос-Анджелес. Я отправился туда, а до этого я также поехал в Сан-Франциско и встретился с Атреей Риши. Может вы его не знаете, Атрея Риши из Гарварда, который получил степень магистр бизнес-администрирования в Гарварде. Очень разумный человек, он был хорошим другом Джайтиртхи Махараджа. Так он приехал в Детройт перед тем, как все это произошло. И мы, я, Гаудия Пракаша и Раса Радж хотели открыть компанию по производству компьютерных программ. Потому что мы были Брамачали и мы хотели открыть компанию, фирму, поддерживать Искон. Все мы были образованы, таков был наш план. А Атрея Риши должен был оказывать финансовую поддержку для того, чтобы основать эту компанию. То есть вы не чувствовали, что то, что произошло с Джай Тиртхой, то есть в то время вы не хотели уйти из Искон? У меня была вера в Прабхупаду. Поэтому в то время я решил, что первое, что я решил, что я не приму реинициацию просто так. Я верил в Прабхупаду, поэтому я остался. Я оставался в Искон только из-за Прабхупады, не из-за того или того гуру. Даже когда я получил дикшу, это не то, чтобы я был впечатлен моим гуру. Нет, я уважал его, он был хорошей личностью, я лично служил ему. Итак, вы хотели открыть компьютерную компанию. Да, но затем произошло это фиаско, я встретился с Атреей Риши в Сан-Франциско, в то время я был потерян, я не знал, что делать, куда идти. Я не хотел получать дикшу, особенно от людей, в которых я не был уверен. У меня было к тому времени много сомнений. Затем я начал работать на Думракеша, у него была компания по онлайн продажам, и так я работал на компьютере, они продавали книги, благовония, у них также и другие были трюки, о которых я не буду говорить сегодня. И так я работал в офисе, ходил в храм, но я ни с кем не встречался, потому что все в храме спрашивали, кто твой гуру, кто твой гуру, а у меня не было гуру, поэтому я не хотел ни с кем общаться и стал немного отстранен. И к тому времени Бхакти Сварупа Дамодар Махараджа, который был директором института Бхакти Веданта, приехал туда и я встретился с ним. Мы поговорили и мне он понравился. Это первый раз, когда я встретился с ним. Я слышал уже о нем от Атрея Риши, когда он приезжал в Детройт. Атрея Риши был хорошим другом Бхакти Сварупа Дамодар Махараджа. Оба они были образованы. Бхакти Сварупа Дамодара получил докторскую степень в Гарварде. Я решил, может быть, принять Дикшу от него. Я был очень близок к Расараджу. Мы были очень близкими друзьями. Мы могли пять-шесть часов вместе разговаривать о Бхагаватах, о разных темах. Время просто убегало и мы забывали о еде, о сне. Мы были очень близкими друзьями. Затем мои родственники начали беспокоиться, потому что все узнали, что я стал саду. Моя мама очень сильно беспокоилась. Она была простой деревенской женщиной, и она думала, что я стал саду. А знаете, как в Индии саду попрошайничают по улице, просят мадхукари. Поэтому они думали, что я совершал мадхукари в Америке. Поэтому она плакала и не ела. Поэтому я решил вернуться в Индию. Но я не хотел жить с семьей. Я думал, ладно, я просто приеду к ним, поговорю с ними, но затем поеду к Расраджу. Но я не знал, где он находится. С ним не было никакого контакта, потому что он уже не был в Исконе. И что произошло? Мукунда Гасвами приехал в наш офис, и когда я работал на моем компьютере, он спросил меня, кто твой гуру? Стандартный вопрос. Я сказал, я ученик Тиртхапады, Джай Тиртхи Махараджа. Он говорит, о, я встретил одного из твоих духовных братьев, в Чиннайе. Кого? Он ответил, я не помню имени, не помню имя. И я сказал, был ли это Расрадж? Он сказал, да, Расрадж. И так я узнал, получил какую-то новость о Расрадже. И тогда я купил мой билет. Я хотел отправиться в Индию и встретиться с Расраджем в Чиннайе. Я также пытался связаться с ним. Я нашел телефон Чиннайского храма, позвонил туда, но мне сказали, что он не живет там, что он приходит только на выходные. И так однажды в воскресенье я смог поговорить с ним. Я сказал ему, Расрадж, я приезжаю в Индию, буду с тобой жить, мы будем вместе. Он говорит, нет, не приезжай в Индию, оставайся там, не приезжай, оставайся там, где ты есть. Мы вместе будем работать, мы оставим все это и пойдем снова на работу. Он даже говорит, я отошел от Джайатиртхи, Махараджа. В то время я еще думал, что может быть я буду с Расраджем. В то время я встретился с Джайатиртхи, Махараджа. Я хотел поговорить с ним, а он жил в одной деревне неподалеку от Лос-Анджелеса. Между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, кажется, Трилэк-Сити. И так он находился там, и я отправился с ним на встречу. Он был со своей женой, он женился, я никогда его таким не видел. Я провел ночь у них, поговорил с ним, спросил у него, что произошло. И я должен вам сказать, что он был очень добрым со мной. Он сказал мне, не присоединяйся ко мне, оставайся в Эскон и служи Прабхупаде. Я подумал, пусть так и будет. Я был рад, что он мне это сказал. В противном случае я все еще считал его своим духовным учителем. В Индии, если вы принимаете дикшу, это не так, что вы можете отказаться от гуру. Поэтому я не мог понять, как это оставить его. И он мне сам это сказал, я был очень рад. Я думал, ну ладно, я буду в Эскон. Но Рассарадж говорил мне, нет, мы отправимся в Детройт и возобновим работу и будем работать вместе. Я сказал ему, Рассарадж, я приезжаю, я купил свой билет. Он говорит, я тоже приезжаю в Америку, поэтому отмени свой полет. я не могу отменить мой план, потому что моя семья ждет меня, мои родственники волнуются. И так я летел через Нью-Йорк. Некоторые мои родственники жили в Нью-Йорке. Я приехал к ним в Лонг-Айленд, и там я встретился с Рассараджем в храме Лонг-Айленда. Я ему сказал, нет, нет, я еду в Индию. Я приехал в Индию. Рассарадж сказал мне, не едь в Чинай, не едь в Чинай, поезжай в Тирупати, потому что в Чинай много проблем. Я приехал в Тирупати, в GBC, которого был Махабхакти Сварупа Махарадж. Президентом храма был Шангхабрид Прабу. Рассарадж встретился с ним и был глубоко им впечатлен. Так я оказался в Тирупати. Это был новый проект. Он только начался, а там было несколько человек, которые строили храм. Я установил божества, поехал за божествами в Джайпур и установил их в Тирупати. Я был первым пуджаре в Тирупати. Я занимался там служением, много проповедовал в университете. В Тирупати находился большой университет, но у меня были проблемы, потому что президент храма не совсем был прямолинейный. У него были проблемы с характером, истории с деньгами и все такое. Поэтому я решил, зачем мне находиться под его руководством. Я был убежден в моем желании изучать шастру. Это желание изучать Сандарбхи уже было во мне еще из Детройта, когда я услышал о Дживе Госвами. Я слышал о его Сандарбхах, о том, как Прабхупада прославлял их. Я подумал, что я хочу изучать Сандарбхи, но не знал, где и как. Поэтому, когда я был в Детройте, я каждый год приезжал во Вриндаун, потому что нам нужно было купить некоторые вещи для божеств, благовония, одежду, Парафинарили. Поэтому я часто приезжал во время Картики к уходу Прабхупады. Мне очень нравились книги, поэтому я всегда ходил на лой базар и покупал книги. Там я купил Сандарбхи. Я почитал адрес человека, который их опубликовал. Это был адрес моего гуру Шри Шри Харидас Шастра Нахараджа. Я отправился на встречу с ним. Когда я пришел, он обучал одного Саньяси из Искон. Я просто сидел и слушал лекцию. Но он обучал на Бенгале. Этого Саньяси звали Авинката с вами или как-то так. Я не знаю, где он сейчас находится. Я слышал, что его отправили в тюрьму за что-то. После лекции я задал один вопрос Махараджу, и я был настолько потрясен его ответом, что решил приехать и учиться под его руководством. Но я не знал, как сделать это, потому что мне так было много ответственности в Терупате. Был большой проект, мы хотели построить большой храм и гостиницу. Обычный Исконовский проект. Поэтому это должно было занять 10 лет. Я подумал, что я стану стерупателем на протяжении 10 лет, пока проект не доведем до конца, а затем вернусь в Оврендавн. Но впоследствии возникли проблемы. Шанкабрит был женат, поэтому не жил в храме, поэтому на меня все проблемы и свалились. Они даже создали новый пост для меня, ко-президент. Не вице-президент, а ко-президент. Поэтому я занимался менеджментом всего храма. А менеджер означает, что вы решаете все проблемы Брамачари и того, и другого. Поэтому я подумал, это не то, что я хочу делать. И также все деньги куда-то уходили в сторону. Я подумал, нет, этот проект никогда не увидит след. И тогда я решил уехать. Я знал, что если я уеду, то создаст много проблем. И я проповедовал многим студентам. Я им сказал, что мне нужно уехать и попросил, чтобы они защитили меня. Мой поезд был ночью, и я сказал Шанкавриту о моем отъезде только в последний момент. Он хотел физически меня остановить, но студенты были рядом, и они меня сопроводили к поезду, и таким образом я уехал. Так я приехал во Вриндаван, и в то время я созвонился со своим братом и сказал, что буду жить в ней, Искон, что хочу учиться. Он снял для меня комнату, и когда я приехал, конечно же, какое-то время потребовалось для того, чтобы снять комнату, я приехал и остановился в Искон Гурукуле, Брамачари Ашами. И там, находясь там, я общался с некоторыми людьми, и кто-то сказал мне, почему ты хочешь уйти, оставайся здесь и учись здесь. Я сказал, ладно, хорошо, тогда нужно, чтобы я какую-то сэву выполнял. Я пошел к президенту храма и попросил у него служения. Я хочу находиться во Вриндаване. Он сказал мне о моем образовании. Он сказал, ты слишком квалифицирован для того, чтобы здесь совершать служение, в Брамачари Ашами. Иди в Гурукулу. Для нас ты сильно квалифицирован. Игри к Данудару с вами, может, он найдет для тебя какое-нибудь служение. Итак, я написал Данудару с вами, потому что, находясь в Тирупате, я основал небольшую школу для детей. Я написал ему для того, чтобы попросить несколько советов. Конечно, он никогда мне не ответил. Итак, я отправился на встречу с Данудару с вами. А в Тирупате я уже начал изучать санскрит, но проблема была в том, что в Тирупате я не говорил на Тилугу в местном языке, а местные учителя не говорили на английском и не на хинди, поэтому была проблема в общении. Это также была еще одна причина, по которой я хотел отправиться во Вриндаване. Я встретился с Данударой с вами, и он сказал, «Да, нам нужен преподаватель санскрита». Я сказал, «Хорошо, я могу преподавать». Моих знаний было достаточно, и я сказал, «Я буду преподавать, но у меня есть одно условие. Я хочу еще и сам обучаться». Он сказал, «Без проблем, преподавай, а за тем, что хочешь делать, то и делай, я защищу тебя». Он был очень добрым, дал мне комнату, и я начал преподавать в Гуркуле-иску. Я начал учиться. Я нанял одного учителя, чтобы он преподавал мне грамматику по Нине. Я отправился также на встречу к Махараджу, Халидаху, и встречился с одним из его старшим учеником, который сказал мне, что Махарадж больше не преподавал. Он перестал преподавать. То есть, ваш гуру больше не преподавал? Да, он больше не преподавал. Но к тому времени он еще не был моим учителем. Я был потрясен и вернулся домой. Затем я ходил по всему Вриндауну, встречался со всеми известными людьми Вриндауна, у кого было какое-то имя и слава, в частности, если они были учеными. Я со всеми с ними встретился и просил их, чтобы они мне преподавали Сандарпхи. Так я был сосредоточен на изучении Сандарпхи. Все мне говорили, что они не могли преподавать Сандарпхи. Они говорили, что единственным, кто мог преподавать, был Махараджи. Затем я вернулся домой. Что произошло дальше? К тому времени я продолжил изучать санскриты. Один из моих духовных братьев, ученик Сварупа Дамодар Махараджи, приехал из Мумбаи. Ранее я встретился с ним в Мумбаи, потому что была некоторая конференция, посвященная науке и религии в 1986-м. Я отправился туда и также встретился с Расараджем. Он приехал из Мумбаи во Вриндаван, чтобы изучать санскрит. Он служил Пуджаре и пришел ко мне навстречу. И я спросил, чем ты занимаешься? И он ответил, я служу как Пуджаре. И он сказал, что должен был изучать санскрит. Я спросил, с кем? Он ответил, с гуру Махараджем, то есть Махараджи. Но он же не преподает. Нет-нет, здесь главный Пуджарик Пурначанд, который был главным Пуджарик Кришна Баларам Мандири, родом из Бенгалии, ученик Прабхупада, был с ним знаком, так как обучался ранее санскриту Махараджи. Сам Прабхупада отправил Пурначанду обучаться санскриту гуру Махараджи. Поэтому он учился некоторое время, затем он вернулся в Бенгалию и прекратил обучение. Итак, он лично знал Махараджи Джи, и он представил мне этого преданного Махараджи. Тогда я его спросил, в следующий раз, когда ты пойдешь к нему, скажи мне, и я с тобой пойду. То есть Шрила Прабхупада знал о Шри Харидас Шастре Махараджи? Да, да, Махараджи был, возможно, самым великим ученым своего времени. У него было девять ученых степеней. Он выучил все, весь спектр даршинов. Его знали хорошо за это. Все уважали именно его за это, за его ученость. Также он был очень отреченным человеком. Затем я отправился с Пурначандрой и с этим преданным. Пурначандр представил преданного, сказав, что он хочет изучать Хринамрита Викарна. Махараджи посмотрел на меня и спросил, а ты? Я ответил, Махараджи, я хочу изучать Шат Сандарбхи. Он посмотрел на меня, помолчал. А почему бы тебе сначала не изучить Хринамрита Викарна? Я ответил, Махараджи, я уже изучаю грамматику Панини, поэтому изучать две системы вместе будет сложно. Я сначала изучу Сандарбхи, а когда я закончу Панини, и затем я приступлю к Хринамрита Викарне. И он согласился. Я был так несказанно счастлив. Так я начал изучать Сандарбхи с ним. А этот парень через несколько месяцев перестал изучать. Я же остался. Именно так началось мое путешествие. Я изучал Сандарбхи, затем преданные начали просить меня, чтобы я преподавал. Вы знаете, в это время уже открыли Вриндаманский институт высших образований где-то в 88-м году. И я был одним из преподавателей. Первый курс, который я преподавал, был санскрит для проповедников. Буриджан Прабху был ответственным. Данурдхара с вами. Они были моими хорошими друзьями. Они также поддерживали меня очень сильно. А затем я начал преподавать в Сандарбхи. Я давал частные уроки по Сандарбхам. У меня была небольшая комната, кажется, номер 72, неподалеку от лестницы в Гурукуле в северо-восточной стороне. Я преподавал занятия по Сандарбхам. Я также сам их изучал, и затем мы вместе садились. Курмарупа Прабху был там, Калия Кришна, который был директором Гурукулы, Данурдхара с вами. То есть обычные преданные приходили так же. А затем они сказали, почему бы тебе не преподавать в Сандарбхи? Я начал преподавать в Сандарбхи, и всем очень понравилось. Много людей приходило. Затем меня спросили, а почему бы тебе не перевести Сандарбхи на английский язык? Я сначала подумал, я не настолько квалифицирован, тем более, что английский не мой родной язык. Я никогда не ходил ни в какую английскую школу. Но мне ответили, нет, нет, переводи. Я начал переводить Сандарбхи, всем очень понравилось. И Кундали Прабху присоединился к нам. Он приехал из Таиланда, кажется. Он знал Курмарупа, и Курмарупа сказал ему, что этот преданный дает хорошие лекции. Кундали также пришел, и он остался в Гошале Искон. Приходил на мои лекции и был очень впечатлен. Затем он сказал, я хочу быть частью команды. И у нас мы организовали группу, команду, и начали работать вместе. Я писал, у меня не было компьютера, писал от руки. А Курмарупа Прабху печатал и отправлял мне. Я исправлял кое-что, а затем отправлял Кундали, и Кундали редактировал. И так мы работали. Затем Кундали предложил, может быть, нам нужно сделать предложение Харикеша об этом проекте, чтобы Харикеша нас поддержал. Так мы написали предложение Харикеша Свами, который был ответственным за BBT. Его называли в то время Махагуру. Кундали и я написали предложение. Мы предложили, на самом деле Кундали предложил. Он стрентился с Кундали лично, и Харикеша Махараджу понравилась идея. Он показал ему некоторые наши работы и комментарии на Таттву Сандарбху. Он был очень впечатлен, настолько впечатлен, что приехал встретиться со мной. Обычно он никогда не приезжал в Вриндаван. Он всегда был в Мэйпуре, потому что он был ответственным за Мэйпур. Но он приехал намеренно, чтобы встретиться со мной и сказал «А в это время я организовал Дживо-Институт Вайшнавских наук. И это брошюра, которую я сделал. Видите? Видите это? Прабхупада на главной странице. И это цитата Прабхупады. «Я хочу организовать хороший международный университет вместе с Шри Джива-Гасвами. Моя миссия распространить славу Дживы-Гасвами по всему миру. Я думаю, что вы должны сотрудничать со мной». Это была моя миссия в Исконе. Я думал, это было мое личное размышление. Прабхупада сделал потрясающую работу. Он организовал так много храмов и сделал так много преданов. Но должно было быть место, где хотя бы искренние преданные могут приехать изучать глубоко шастры. Потому что многие преданные также приходили ко мне на лекцию и говорили «Мы хотим изучать больше, мы хотим изучать больше». И тогда я сказал «Нам нужен институт, куда преданные, те, кто хотят действительно посвятить себя обучению, могут приехать». И поэтому я нашел эту цитату и сказал «Вот, смотрите, Прабхупада сам хотел этого». Тогда я сделал эту брошюру. Вот, смотрите, наша миссия, что мы хотим сделать, книги, которые я хотел перевести. Весь список здесь представлен. землями. И затем Харикеши с вами согласился поддержать нас и купил для нас землю. Это неподалеку от современного джива-института. И мы начали даже стройку, это план проекта. У нас должен был быть подвал, здание, и вся команда должна была жить там. Вот наша команда. это команда того времени. Кундали, я спереди, Калия Кришна, Упендра, Джаландар, тот молодой парень и Курмарупа Прабу. И мы дали клятву. Позвольте мне зачитать нашу клятву. Итак, преданные, которые вовлеченные в дживас, то есть Джива Институт Вашнавских Наук, так мы называли себя в то время, очень важное, служение Прабхупаде, нашему предшествующему Ачарю и всему миру. На самом деле, мы считаем, что это давно ожидаемое служение. Для того, чтобы показать нашу самоотверженность, мы решили дать клятву Дживе и посвятить оставшуюся жизнь осуществлению этому удивительному проекту. Итак, с Всемирным обществом Вашнавов, будучи нашими свидетелем, мы клянемся в следующем. Мы, ниже подписавшиеся, посвящаем нашей жизни богатство, слова и разум служению проекта Джива Института Вашнавских Наук, так, как это описано в данном памфлете. Мы будем делать все, что необходимо в сознании Кришны, для того, чтобы осуществить нашу цель. По милости преданных Вашнавов, пусть этот проект примечается успехом. И все подписались. Среди всей команды я один остался, только один я остался и преследую еще эту цель. Это неизвестная история, никогда не слышал об этом. Да, затем, видите, затем возникла проблема. Затем Харикеш сказал, что эти сандарбхи должны были быть опубликованы в BBT. Он сказал, что он опубликует их в шведском BBT. Он пригласил Дравиду Прабу и Гопи Паранатхану Прабу как моих редакторов. Дравида Прабу был главным редактором английского, Кундали первый редактор и Дравида второй редактор. А Гопи Пранатхана был редактором санскрита. И так мы все вместе работали. Гопи Пранатхана Прабу был моим конечным редактором. Книга уже была готова к печати. И в то время затем возник вопрос падения Дживы. Потому что Джива Госвами говорит, что мы изначально обусловлены Анади Бадха. И так возникла эта проблема. И Гопи Пранатхана Прабу сказал, что это неправильно. Мы не можем принять это. Затем в Майпуре была встреча всех членов Совета BBT. Меня вызвали туда и Кундали тоже. Не помню, был он там или нет. Нет, мне кажется, его там не было. И так я отправился туда. У нас была встреча с Джайдвайты с вами, Харикешем с вами и остальными членами Совета Гопал Кришна Махарач. Это была долгая беседа, посвященная этой теме. Сначала они сказали, что я должен изменить перевод. Я не согласился. Я сказал, что я не могу изменить слова Дживы Госвами. Я последователь истины. Затем Гопи Паранадхана Прабу предъявил разные аргументы, контраргументы. То есть они не хотели публиковать книгу, потому что никто не соглашался. Но Харикеша Махарач был очень могущественной личностью в то время. Он был очень влиятельен и он убедил в том, чтобы сандарбхи были опубликованы. И, конечно, были также предыдущие ачарьи, они могли расходиться во мнении Дживы Госвами, Вишванатха Чакрилатитхакур. Я знаю места, в которых есть расхождение. Поэтому я сказал, давайте добавим сноску, в которой было бы написано, что Прабхупада говорит так, а Дживы Госвами говорит так. И на этом мы согласились. Потому что, когда они сказали изменить, я отказался. Потому что я сказал, хотите изменить, можете напечатать книгу с именем Гопи Паранатхана Прабу, а мое имя не упоминайте. Я ему буду помогать, но я не хочу, чтобы мое имя появлялось на книге, если она будет противоречить словам Дживы Госвами. Я крепко стоял на своем, но Гопи Прабхупада не согласился, он сказал, что он был неквалифицирован переводить сандарбхи, и он отказался. Тогда возникла эта идея. Так или иначе, все они согласились. Книга уже была готова к печати, ее отправили в Би-Би-Ти Швеции. Это было во время Майяпурского фестиваля, и я вернулся во Вриндаван. И в это время я даже об этом не знал. Гопи Пранатхана Прабху и Джайдвайта Махарадж, Хридаянанда Госвами, Друтакарма Прабху, Дравида, все они встретились и организовали саботаж, чтобы книгу не напечатали. Друтакарма написал очень серьезное письмо, не знаю, читали ли вы его? Да, я читал его. Оно было направлено против меня, и в котором он говорил, насколько я на самом деле отвожу искон в сторону, что я опасная личность, что это было подобно тому, как положить мясо на поднос Кратхи Кришны и тому подобное. Это было очень резкое письмо. Он отправил это письмо всем членам GBC и президентам храмов, и к тому времени имейлы были доставлены во все храмы. В один прекрасный день, это был день Джанмаштами, я имел обыкновение обучаться с Махараджиджи вечером, домой я возвращался вечером в 10-10-30. И так я вернулся, у меня была записка на моем столе. Я никогда не закрываю мою комнату, она всегда была открыта. На моем столе была записка от Калия Кришна Прабу. Калия Кришна Прабу был учеником Харикеши Свами, и он занимался постройкой проекта Дживы. Он написал, позвони мне, как только придешь. Я позвонил ему, в то время мне дали отдельный телефон. И так я позвонил, и он сказал мне, что наш проект был отменен. Ему позвонили от Харикеши Свами и сказали, что проект отменяется. Я спросил, почему? Он сказал, что он не знал. Тогда я подумал, что мне нужно будет сказать Кундули. Кундули уже спал, поэтому я не разбудил его. Утром я сказал ему, и тогда он ответил, я позвоню Харикеши Свами. Он связался с Харикеши Свами, и Харикеши Махараш сказал, что он напишет письмо и узнает, что к чему. Он написал письмо и отправил его. Затем он сказал, на самом деле ситуация такая, что и я не могу вас поддержать, иначе у меня будут неприятности. Итак, проект отменили. В то время проблема падения Дживы стала весьма острая во всем искон. Мы получали много вопросов, имейлов, аргументов, контраргументов. У меня не было личного компьютера, все приходило к Кундали праву. Кундали приносил мне вопросы, я на них отвечал, он отправлял их, и так длилось какое-то время. Затем Кундали предложил мне, итак проект закрыт, но мы сами напечатаем книгу. И я ответил, давай. А затем он предложил, почему бы тебе не написать книгу посвященную этому вопросу падения дживы. Именно так появилась книга «Свайкунхи даже листья не падают». Какое название? Какое название? Итак, в этой книге я пытаюсь гармонизировать утверждения введения Прабхупада касательно падения дживы, говоря о том, что это был метод проповеди. Эту книгу мы очень быстро напечатали. Можете представить, проект отменили в Джанмаштаме обычно в августе-сентябре, а в январе мы уже напечатали книгу. Мы написали книгу и напечатали ее. Мы хотели привезти эту книгу на следующий фестиваль в Майяпур в феврале. О, это храбрый поступок. Да. Итак, в феврале мы отправили несколько сотен экземпляров этой книги в Майяпур с Пиндранадхой Прабху, потому что Майяпурский фестиваль проходил в феврале, и до этого уже Джи-Би-Си проводили различные встречи, приезжали преданные. Упиндранадха взял книги и начал продавать их. Джайдвайта увидел книгу и конфисковал все экземпляры. Он был в ярости сразу же. А затем мне позвонили, мне нужно было предстать перед Джи-Би-Си, перед всеми членами Джи-Би-Си и объяснить, почему я написал эту книгу. Кундали уехал, он отправился в Австралию, поэтому я сам поехал в Майяпур. Они создали первый комитет, чтобы разобраться с этой проблемой во главе с Джайапатакой и Махараджа, Шиварам Махараджа, Радханадхасвами и другие. И сначала я должен был предстать перед ними. Они начали задавать мне вопросы. Затем я должен был предстать перед полным советом Джи-Би-Си. Они задавали мне вопросы. И главным аргументом было следующее. «Эта книга испортит, побеспокоит умы преданных». А я сказал, «Ну, вы говорите, что это побеспокоит умы преданных. А как вы это знаете? Почему вы не сделаете следующее? Вы произвольно выберете сто преданных и дадите им прочесть эту книгу. Пусть они прочитают и спросите их, побеспокоены они или нет. И затем вы примите решение». Но они не согласились. Они просто запретили книгу, сказав, мы запрещаем эту книгу. Они выпустили три резолюции. Первое запрет на мою книгу. Второе запрет давать лекции преданным либо в моей комнате, либо в алтарной. И третье запрет учиться. Я мог только находиться в Гурукуле и преподавать санскрит студентам Гурукулы. это все. Так это все произошло. Затем я понял, что мое время в Искон пришло к концу. Я вернулся и не знал, что делать. Я просто вернулся во Вриндаван. Я преподавал, но я не прекратил обучаться. Я ходил обучаться, а все смотрели на меня, но никто не намеревался спросить меня, почему я ухожу учиться. Я негде был жить. Затем мне брат помог купить ту землю, где мы сейчас находимся, но нужно было какое-то время, чтобы построить. Вы знаете, в Индии все движется медленно. Затем на следующий Майпурский фестиваль, фестиваль. А до этого они отправили команду, чтобы разобраться со мной. И Тривикрама Махараджа был главой этой команды. Он позвонил, позвал меня. Я помню, он позвал меня после обеда. Мне кажется, раньше мы обед принимали в два часа. Он позвал меня и начал задавать вопросы. К тому времени я уже решил, что я уйду из Искон. Он спросил меня, кто мой гуру, какое мое отношение с тем и с тем. И он спросил меня, что ты думаешь об Акти Сидханте Махараджа? И честно говоря, может быть, это было оскорбительно. Я бы, конечно, ничего сейчас такого не сказал, но я тоже был немного расстроен. И я сказал, а я о нем не думаю. И ему это сильно не понравилось, когда ему ответил. Я сказал, хорошо. Он спросил, сколько тебе времени нужно? Я сказал, дайте мне хотя бы 24 часа. Он сказал, хорошо. Я отправился в комнату, теперь уже было ясно, что я уже должен был уехать. Я надеялся, что хотя бы одна комната будет готова в Дживо институте, но даже ее не было. Поэтому я с Кришной Прабу договорился, у него был дом с небольшой комнатой на входе, как гараж. И он сказал, да-да, ты можешь прийти и жить там. Я ответил, хорошо. На следующий день утром я нанял телегу с быками, сложил туда свои вещи и отправился. А на улице я случайно встретил Тревикрама с вами. И он сказал, о, ты уезжаешь? Я сказал, да, я уезжаю. О, тебя будет не хватать. Неужели? Так я оставил Исклон. Конечно же, люди и затем думали, что я против Прабхупады и то, и другое. Они говорили, что я завистливая змея. Ну, не знаете, обычные вещи, которые я хотел бы напрямую рассказать, раз уж я говорю. Я не против никого. Я не присоединился в Искон из-за той или другой личности. Если я присоединился, то потому, что я был впечатлен Прабхупадой. Прежде всего, я присоединился, потому, что я хотел получить осознавание истины. Это у меня в крови. И возможно, это исходит из моей прошлой жизни. Поэтому у меня нет никакого желания соревноваться с кем бы то ни было. Уйдя из Искон, я никогда ничего не писал ни о Искон, ни о Гауде-Мадхе, ни о Прабхупаде. У меня тысячи и тысячи лекций записаны. И на YouTube также. Никто не может утверждать, что я говорил что-либо против кого-либо. Конечно же, если мне зададут вопрос о дживе и о дремлющей любви, я, конечно, отвечу. Если они дадут аргументы, я их опровергну. Но это не направлено против кого бы то ни было. Это Индия, здесь мы так живем. Почему я должен испытывать ненависть кому бы то ни было? Как это мне помогает на моем пути? Гниваться на кого-то? Или... Вы мне не поверите, но я живу здесь в Ашраме. Возле главного входа у нас находится молодежный форум Искон. Здесь живут преданные Искон. И они заходят здесь через главные ворота нашего Джива Института. У меня никогда с ними не было проблем. Этот дом принадлежал одному преданному Искон. Но у него был только один сын из Мумбаи Бипин Саха. И когда он умер, он пожертвовал этот дом Искон и сделал небольшой Ашрам в Брамачаре. Но у нас общий вход, и у меня нет никаких с ним проблем. Никогда не было никакого конфликта. Я занимаюсь своими делами, а не своими делами. А со мной живут люди из Мадха Шридхар Свами, Искона, Гаудиа Мадха. Люди из разных групп посещают институт. Ананта Дас Бабаджи, Прем Гапал Махараджа, один из его учеников живет здесь. Люди из разных групп приходят и живут здесь, изучают или просто живут. И никто, ни один из моих учеников или студентов не пытается проповедовать им, обратить их или убедить, чтобы они приняли у меня бдикшу. Мне это не интересует. Это не моя миссия. Моя миссия понять шастру и практиковать шастру. Если я могу кому-то помочь, если кто-то заинтересован, я буду помогать. Это то, что я делаю. Это моя жизнь. У меня здесь живет Джагадананда, сейчас он в Канаде. Но он жил со мной, ученик Лолита Прасададхакура. У меня были также люди из Рамануджа Сампродаи приходили на мои занятия. И никто никогда не чувствует какое-то давление здесь, что нужно быть моими последователями. Я даже никого не прошу, чтобы кто-то приходил на мои лекции. Это их решение. Хотят они приходить на лекции или нет. Я никогда ни к чему не принуждаю. Каждый свободен. Разве что кто-то будет причинять какие-то беспокойства. Тогда конечно же я попрошу их уйти. Из Искона, из Гауди Мадха, из Сарасвата Паривары или со стороны Бабаджи, Венот Бихари Бабас Варшаны, Анадудас Баба, Прана Кришна Бабас Радхакунде или Прямга Палга Свами. Со мной живут люди со всех этих разных Паривар. Жили, живут и приходят или уходят. Это первая вещь, которую я хотел бы сказать, поэтому пожалуйста, не думайте, что я ненавижу кого-либо. Да, у меня есть мое понимание шастры, и я непоколебим в этом понимании. Я буду защищать это понимание, если нужно. Но это не означает, что я кого-либо ненавижу. Я хотел обратить на это внимание, когда я обменялся имейлами с вами, вы сказали, что что-то, что мне очень понравилось. Некоторые люди не могут поверить, что кто-то может иметь другое мнение и не ненавидеть вас. Если бы вы могли пожалуйста рассказать чуть больше об этом. Итак, мое объяснение будет следующее. Прежде всего, все эти люди, будь они из Искон, Гаудия Мадха или других линий, все мы последователи читаний Махапрабху. Почему я должен ненавидеть личность, которая следует тому, за кем я следую, кому я поклоняюсь, кого я обожаю? Я даже не ненавижу людей из других Сампрада и других Вайшнавов, которые поклоняются Кришне в другой форме, потому что они поклоняются моему Господу. Может, у нас есть какие-то различия, даже в одной семье у людей есть разные точки зрения, но неужели они ненавидят друг друга? Нет. Каждый человеческий ум действует по-разному. Невозможно, чтобы два человека сто процентов друг друга понимали, почему я должен ненавидеть кого-то. даже Кришна терпит все. Кришна терпит всех асуров. Он говорит, дайте нам прохладу сми. Среди датьев я прохлада. И он также говорит, я даю энергию асуров. почему я должен ненавидеть кого-либо? А затем, что касается моей личной жизни, где ненависть может соответствовать Бхактиангам, чтобы я испытывал ненависть? Зачем я должен практиковать ее? Я не вижу логики, я не вижу никакого подтверждения шастры, и это не соответствует моему сердцу. Даже люди из Искон, большие гуры GBC, часто приходят и задают мне вопросы. У меня нет проблем никаких с этим. Другой вопрос. Это не только ненависть, но если кто-то говорит отлично от меня, от моего гуру или от моей парампоры, тогда я должен избегать их, потому что это будет вредить моей вере, моей парампоре. Да, такое размышление правильно. Конечно, Рупа Госвами сам говорит в пакте Расамрита Синдху, что каждый должен общаться с людьми своей паривара. И так и есть. У меня нет ничего против этого, я не против. Если кто-то испытывает такие чувства, мое понимание другое, и они не должны общаться со мной, тогда у меня нет проблем с этим. Тогда у меня нет проблем с этим. На самом деле, как я только вышел из Искон и сдали четвертую резолюцию, никто не должен общаться с Атинораином Дасом или с кем-либо, кто общается с ним. И я принимаю это. Я не против и не огорчен. Мне кажется, что то, что они делают правильно, они должны защищать их общество, и они должны издавать такие резолюции против меня, потому что я не согласен с ними, и я не вижу в этом никакой проблемы. Если кто-то беспокоится об организации, то он должен так поступать. Когда я узнал об этом, я не чувствовал себя плохо. Я подумал, пусть так и будет. Если мы вернемся к книге, которую вы написали, преследовали ли вы цель гармонизировать учения Прабхупады с учениями Дживы Гасвами, вы говорите, что GBC не согласились с вашей точки зрения о гармонизации. Да, мои мысли были следующими. И, конечно, люди из искон не согласились и не согласятся. На самом деле у меня было более широкое мышление. У меня нет узкого мнения. Я думал, Прабхупада великий ачария. Он совершил потрясающую работу. Но сейчас также люди из других сампродаю узнают о его книгах, о его писаниях и о его учениях. Если вы отправитесь в какую-либо сампродаю, вы спросите их о падении, никто не подтвердит этого, потому что это не основано на шастре. Вы можете сказать, Прабхупада сказал то и то, но в ней склон аргумент Прабхупада сказал «Недействительный». Это не Прамана. Это Прамана для последователей Прабхупады, но не для последователей Шри Рамануджа ачария или последователя Мадава ачария, хотя мы считаем себя последователями его линии. Но они не всегда сядутся с этим. На самом деле я расскажу вам другой инцидент. Когда я был в Майпуре и случайно Пиджавар Свами из Мадава Сампродая, который недавно умер и который был ответственный за один из девяти Мадхалов, был по какой-то причине в Майпуре, по причине торжественного открытия. Я лично с ним встретился и спросил у него. Он очень был разумным человеком. Вы знаете, Мадавачария, последователи Мадавачария очень-очень разумные люди. Они с самого раннего возраста обучаются. Я встретился с ним и задал ему этот вопрос. Он сказал мне, нет, это невозможно. Что тогда не будут о нас? Тогда они будут думать, что Прабхупада может этого и не знал. Конечно, им это не понравится, поэтому я подумал, давайте сделаем это следующим образом. Поэтому моя изначальная мысль была такая, нужно гармонизировать утверждения так, что они будут приняты даже другими сампродаями и учеными. В противном случае это будет продолжаться. Я знаю многих людей в ИСКОН, большинство которых не верят в падение, но так или иначе они произносят пустые слова согласно GBC. Недавно один ученик ИСКОН пришел ко мне и сказал мне это. Он говорит, меня это не убеждает. Я ему объяснил, затем он написал одному члену GBC и одному гуру, одному большому гуру. GBC и гура открыто ему сказали, да, мы не падаем, но мы не можем проповедовать это, потому что это противоречит резолюции GBC. Поэтому это не то, что в ИСКОН все так же соглашаются с этой идеей падения. Поэтому я подумал в то время, что мы сможем сделать что-то подобное. Но это не означает, что я преуменьшаю положение Прабхупады, так я считаю. Но конечно же они не думают так. Думаете ли вы, что важно подавать сомнению нашу веру для того, чтобы укрепить ее, чтобы вывести нас из нашей зоны комфорта, для того, чтобы мы могли лучше расти, потому что есть определенные сложности, или мы становимся фанатичны, или у нас есть одно видение, и мы не видим шире, как если бы у нас были шоры на глазах. Что вы думаете по этому поводу? Да, я могу согласиться с вами, но у меня другое видение. Мое понимание таково, что как только у вас есть вера, ничто не может сбить ее с толку. И проблема приходит, потому что мы не знаем даже, что такое вера. И если вы возьмете обычного преданного и спросите у него, что такое вера, возможно, ему будет сложно ответить, что такое действительно вера. И что такое вера? Как о ней написано Бхакти Расамрита Синдху? Как Джива Госвами, Рупа Госвами или другие ачарии использовали термин Шрада? И это означает Шастра Ардха Вишваса. Шраданам Шастра Ардха Вишваса. Это комментарий Джива Госвами на слова Рупа Госвами, который говорит, что Шрада является адхикарой для Бхакти. Шастра Юктау Чанитпуна. Это то, что означает слово Шрада. То есть, Шрада приходит, когда человек понимает значение Шастры. И это приходит тогда, когда вы изучаете Шастры. А затем, когда вы изучаете Шастру, все эти сложности уходят естественным образом, потому что Шастры и комментаторы уже приводят все эти сложности, все эти проблемы. Затем это будет Вада, то есть дружеская беседа, целью которой является понять истину. В противном случае, все становится Джалпой или Витандой. То есть, я хочу выиграть или я просто хочу отвергнуть твою точку зрения. И это очень важно. К сожалению, в нашей Сампродае сегодня недостаточно изучения Шастры. На самом деле люди думают, что это даже не нужно. И кто-то думает, что если вы изучаете Шастру, то вы становитесь просто ученым, что не является преданностью. Но не забывайте, что в самом начале 64-х анг, что пишет Рубхогасвами? Он говорит, И так он говорит, Бхакти начинается с Тасмат и Тасмат означает следовательно или затем. То есть, если вы действительно заинтересованы, если вы искренне, если вы хотите посвятить вашу жизнь пути Бхакти, тогда это то, что вы должны сделать. Он определяет шаги. И каковы эти шаги? Прежде всего, Гуру Падашрэ принять приближище у Гуру. А затем получить Дикшу и Шикшу. Кришна Дикшади Шикшана. Это второй шаг. А третий шаг Вишрамхена Гуросева. Вы совершаете Гуру Севу. Эти три вещи являются основными основами. Он сам пишет Бхакти Расамрита Синдху. Эти три являются основными ангами Бхакти. Сегодня же все говорят о Манджаре Бхаве, этой Бхаве, Сиддхадехе. Но проанализируйте, есть ли у этих людей первые три Дикша, Шикша и преданность Гуру. Дикша и Шикша неотлично. Вы часто слышите вот этому Дикша Гуру, этому Шикша Гуру. Джива Богасвами и Вишванатхачи Краватитхакур оба объясняют принять Дикшу, а затем изучать с тем же самым учителем. Это называется Дикши Дишикшином. В Бхагавате об этом также говорится. Поэтому нужно изучать эту Бхагаватхарму со своим Гуру. Изучать не означает покупать книгу, самим читать ее. Это чтение. Изучение отлично. Это то, чего не хватает. Вы можете опросить преданных и спросить, кто из них изучал хотя одну книгу со своим Гуру. Вряд ли вы найдете многих. Если вы найдете несколько десятков, то я буду удивлен. Даже не говорите о Бхаг Тирасамрита Синду. Это очень большая книга, которая включает в себя несколько тысяч шлок. Кто изучал Бхагаватхиту со своим Гуру? Нужно изучать ее. В противном случае я могу задать вам вопрос о Бхагаватхите с точки зрения Адвайта Вады, и вы не сможете ответить, потому что я изучал как Вашнав. Я также могу дать вам Пурвапакшу возражение, потому что я уже знаю, что вы ответите. Поэтому эти книги необходимо изучать. Когда вы изучаете книгу таким образом, тогда ваша вера становится как камень, и никто не может пошатнуть ее. Кто такой Уттамадхикари? Рупага с вами объясняет. То есть это тот, кто знает шастры. И он также юкти, знаток логики. Он может объяснять их логически. Если вы знаете шастру, вы также должны уметь представить ее логически. То есть все те сложности, о которых вы говорите, не будут на самом деле таковыми, если есть твердая вера. Это основа. Если нет основы, то тогда у вас может быть постройка, и она развалится в любой момент. Вы можете меняться направо-налево, подобно тому, как вы ходили в университет. Сначала нужно, чтобы вас приняли в университет, не так ли? Или колледж. Вы становитесь студентом, вас зачисляют, а затем вам нужно ходить на занятия. видели ли вы когда-нибудь студента, которого принимают в один университет, который платит за обучение, а затем не ходит на занятия? Один день ходит в один университет, другой день в другой университет, третий день в третий. Нет, так не работает. Дикша – это начало, поэтому это называется посвящением. Дикша и Шикша определяются рупой Гаслами вместе. Это неразделимые анги-бхакти. Он говорит, Дикша и Шикша нам. Это просто формальное понятие, то есть я принимаю тебя как моего учителя, и я принимаю тебя как моего ученика, как и студента принимать в университет, а не так, что вы просто приходите, сидите в зале, не будучи принятым в университет, и затем изучаете. Нет, вас должны формально принять. А затем вы можете сказать, я студент университета Принстон-Гарварда или другого университета. То есть есть разные школы, поэтому нужно изучать. Вы ходите на занятия, вы сдаёте экзамены, тесты. Вы также встречаетесь с другими студентами. Это должно происходить таким образом. Нет никакой разницы, это то, что говорит Рупа Госвами, потому что дикша означает посвящение. Посвящение к чему? Посвящение к шикше. И шикша должна исходить из шастры, поэтому нужно изучать шастру. Бхагаван Шри Кришна сам говорит Бхагаудгите, что нашей праманой является шастра. И что такое прамана? Это то, благодаря чему вы постигаете истину, является праманой. Поэтому сначала нужно знать, что такое прамана. Если вы хотите увидеть объект, вам нужен глаз. Нос не прамана, нос прамана для запаха, язык прамана для вкуса. Поэтому прамана для познания Кришны это шастра и ничто другое. Не утверждение кого бы то ни было. Так это не работает. Поэтому гуру также тот, кто знает шастру. Нишната означает эксперт. То есть тот, кто погрузился. Снан Нитрам Снатага Тот, кто полностью погрузился в шастру. Знать шастру от А до Я. Это квалифицированный гуру. Это путь Бхакти Марга. Это путь, который установили для нас наши ачарьи. Если вы серьезны, тогда нужно следовать этому пути. И что же происходит сегодня? Я хочу получить плод шастры, потому что откуда мы знаем, что существует головка в риндаунах, что есть Радха Кришна, есть Према, есть Ситха Деха, это все происходит из шастры. Я хочу Манджаре Бхау, я хочу Манджаре Сварупу, который исходит из шастры. Но я не хочу изучать шастру. Поэтому я хочу стать врачом, но я не хочу ходить на занятия и учиться. Что тогда произойдет? Вы продолжите пробовать. Так люди пробуют на протяжении 30 лет, 40 лет, а затем если вы говорите с ними один на один, то они говорят, мой ум до сих пор нестабильный, я не воспеваю. А затем мы слышим все эти на пути бхакти нет падения. Он говорит, босс говорит, что его преданный не падает. И кому он говорит? Он говорит, этот человек не кто-то, кто родился в семье высокого класса. Даже такой человек он говорит, мой преданный никогда не падет. Но нужно сначала понять, кто такой преданный, что такое бхакти. Бхакти это не дешевка. Почему Рупа Госвами говорит, что это судур лабха? Бхакти это судур лабха? Бхакти легко, но это не означает, что бхакти легко для всех. Для начала нужно понять, что это такое. Поэтому нам нужно потратить много времени для того, чтобы понять, что такое бхакти. Если вы поймете бхакти, падение, если вы поймете, что такое бхакти, падение невозможно. Я это вам говорю с уверенностью. Что вы имеете в виду? Мы видим, что есть падение, то, что мы называем в исконе падением. Нет, эти люди не понимают, что такое бхакти. Вы можете пасть только лишь потому, что совершите оскорбление. Тогда бхакти не защитит вас. Если вы оскорбляете само бхакти, тогда вы падете. Иначе нет ни одной силы во всех трех мирах, которые могут столкнуть бхакти с пути. Бхакти настолько могущественна. Даже теоретическое понимание бхакти настолько могущественна. бхакти бхакти порождает вараги. Если вараги появляется, о каком падении может идти речь? Падение, конечно же, означает вишая. Вишая наслаждение и бхакти это два противоположных направления. Если что-то находится на западе, то как вы можете найти это на востоке? Это невозможно, потому что они находятся в двух разных направлениях. Как только вы утверждены в бхакти, даже с самого начала, даже Каништхатхикари не падет. Вы можете читать комментарии Вишванатхачи кровати Дхакура на Каништхатхикари о его Комала Шраде, то есть его Шрада очень хрупкая, но даже он не падет. Это невозможно. Это могущество Шрадхи. Само слово Шрада означает Шрад Дха. Шрадх означает Сад, истина. Дха означает утвержденные или находящиеся, то есть Шрада установит вас в истине и вы сможете продвигаться. Она установит связь с истиной. У вас будут самскары и другие вещи, которые вас будут беспокоить, но вы не отстранитесь от пути, это невозможно, поэтому постарайтесь понять, что было написано нашими Госвами. Бхакти настолько изумительно, оно просто изумительно. А затем вы поймете, почему говорится, что Бхакти простой, но для начала вам нужно потратить какое-то время и энергию, чтобы понять, что такое Бхакти, затем, чтобы переварить это и усвоить. Когда вы упоминаете, что преданные сегодня не изучают, имеете ли вы в виду, что это потому, что они не изучают с кем-то, или они просто не изучают? Да, они не изучают, потому что обучение означает обучение с кем-то, потому что вы сами не поймете. Сколько людей понимают? Говорится Кришна Дикши Дишикши Нам. Если вы говорите с кем-то, кто-то поймет это утверждение, оно также переведено. Люди читают перевод, но не понимают, потому что шастра подобна учебнику. Вам нужно услышать от кого-то, кто знает и у кого есть опыт, и затем все откроется. в противном случае вы слышите, но не понимаете. И вы думаете, что знаете. Но если кто-то обучает вас, он будет знать, понимаете ли вы или нет. Сами по себе вы не можете понять, есть у вас знания или нет. Поэтому ведура делает очень красивое утверждение. Он говорит, как человек может обрести знания о шастре своими собственными усилиями? Что уж говорить о бхакти и вайраге. Кришна также делает подобное утверждение удаве. Он говорит, то же самое слово он употребляет свата. Прежде всего анади проблематичное слово, которое он использует. Итак, он говорит, что живое существо, джива, изначально обусловлено авиддей. Атмаведдхианам означает знание об атме и атма означает Бхагаван. То есть невозможно изучить, понять самому. свата на самбхават. Свату на самбхават. Это очень отчетливо говорится. Невозможно собственными усилиями. Как это тогда возможно? Он говорит, что другая личность может. Тот, кто знает татву, он может дать знание. Это очень отчетливо. Поэтому вам нужно изучать. Это вся система, это то, что означает парампара. Почему мы называем это парампарой? Какое значение парампары? Неважно, дикша парампара или другая проблема. Сегодня говорят о шикша парампаре, бхагавата парампаре. Без проблем. Но покажите мне, где шикша парампара. Покажите мне, какой гуру изучался со своим гуру. Ну, скажите мне, покажите мне. В противном случае, бхагавата сама говорит. Ты должен изучать бхагавата дхарму с твоим гуру. Поэтому это школа. Поэтому мы называем гаутиевы вишнавизм школой. Вы должны изучать, потому что бхакти не принадлежит миру. Другие вещи вы можете познать собственными усилиями, но бхакти не ргунна. Наш ум сагуна. Наш опыт также сагуна. Все они материальны. Они в рамках гунн, пракрити. Наши чувства также сделаны из гунн. Все то, что вы понимаете, пребывает в гунах, потому что то, как вы понимаете, что-то новое основано на сравнении. то есть вы сравниваете с вашим прошлым опытом. Именно поэтому мы приводим примеры. Почему приводятся примеры? Пример является нечто простым для понимания. Пример это то, что понимает и обычный человек, и учитель. Оба обладают общим пониманием. У них есть самья будхи. Поэтому бхакти нужно изучать. В противном случае вы будете интерпретировать бхакти согласно вашему материальному уму. Но бхакти нематериально. Я уверен, что все согласятся с этим. Если бхакти нематериально, как тогда вы поймете его? Как вы поймете его вашим материальным умом? Поэтому Кришна говорит, другой человек, который является татва-джина, он может дать истину. Так приходит трансцендентное знание. Кришна дал его Браме. Даже Брама не мог сам его понять. Кришна дал ему. Если бы Брама должен был изучать веды сам по себе, он бы ничего не понял. Это единственная вещь. В Чатушлоке также говорится, что это единственное, о чем стоит спрашивать. татва-дэва-дэва-джиггьясам, татву-джиггьясу наатмана, Кришна также об этом говорит. Вам нужно совершать. Нигде не говорится, что вы просто сами читаете. В Махабхарате есть история, для того, чтобы проиллюстрировать это. Жил мальчик Брахмана, и будучи юношей, он не учился, потому что обучение это тапаси. Жизнь Брамачаре это не сладкая жизнь. Поэтому когда он вырос, когда он был молодой, его родители поддерживали, а затем его родители умерли, и будучи Брахманом, он не знал о никаких обязанностях Брахмана, и он не мог поддерживать свое существование. И тогда он подумал, ладно, я должен получить ведическое знание, тогда я выживу. Но он не хотел идти в школу, потому что был уже взрослым, и ему было бы неудобно сидеть с молодыми учениками. Поэтому Брахмана, я буду совершать тапасию. Что невозможно достичь тапасии? Он совершал тапасию на протяжении долгого времени, ничего не происходило. Затем Индра испытал сострадание, пришел к нему, приняв форму Брахмана, и предстал перед ним. Он жил неподалеку от реки. Индра сел на берегу и начал брать песок и бросать в реку рукой. Этот Брахман подошел, увидел и подумал, что он делает, чем занимается этот пожилой Брахман. Он спросил у него, извините, господин, что вы делаете? Он ответил, мне нужно перебраться на другой берег, но нет лодок, поэтому я хочу построить мост. Этот Брахман рассмеялся и сказал, как вы можете построить мост таким образом? Вы просто бросаете песок, песок просто уйдет в воду, мосты не так строят. Индра ответил, ну если ты можешь понять веды своими усилиями, значит я тоже могу построить мост своими усилиями. И затем Брахман удивился, после чего Индра проявил себя тем, кем он был на самом деле и сказал, иди к гуру и обучайся с ним. Упанишада также говорит, поэтому вы должны обратиться к гуру Самитпани, неся подарки в руках. Гуру являются Шротрия и Брахмаништха. Снова слово Шротрия использовано, он ученый, и он также Брахмаништха. Это простой процесс, и все то, что я вам сказал, это не какие-то сложные вещи, это не высшая математика. Если вы хотите стать врачом, инженером, если вы хотите изучить музыку, можете ли вы изучить музыку, можете ли мантам, просто слушая или взяв книгу и начав изучать ее самостоятельно, особенно классическую музыку. Нет, нет, вы не знаете, что такое рага и какая разница между несколькими рагами. и это все материальные вещи. А что уж говорить о бхахте, мы пытаемся понять высшую личность, которая обладает всеми знаниями. Как вы сможете общаться с кем-то, кто настолько разумен, если вы не понимаете его личность, которая исходит только из шастры? Поэтому Кришна делает другое утверждение. Он говорит, что те, кто не следует шастровидхи, процессу, описанному в шастре, и действуют согласно собственной прихоти, и прихоть не означает чистая прихоть, это может быть и собственное понимание при чтении книг, это также прихоть. Нигде не говорится, что именно так стоит изучать. Поэтому он говорит, такой человек не достигнет совершенства, то есть вы не достигнете того, к чему стремитесь, даже если это что-то материальное, вы не достигнете. На сукхам, он не достигнет никакого счастья, на парамгатим, не высшие цели, према, бхакти, садья, бхакти, вы не достигнете этого, это очевидное утверждение, оно из Бхагавадгиты, и так много других спасибо за то, что рассказали всю эту историю, как это все произошло. У нас осталось может 15 минут до окончания, и я хотел бы задать вам вопрос о вашей работе с ведической психологией. Если я понимаю правильно, вы организовали или кто-то в связи с вами организовал ретрит, посвященный ведической психологии. Насколько это важно? Почему вы думаете это важно для общества гаудиев уделять внимание психологии? Мне кажется, не только потому, что мы проповедуем другим, но также в нашей жизни и практике. Почему это важно для нас изучать это? Да, это важно с двух точек зрения. Во-первых, у каждого из нас разное воспитание и образование. Согласно ведической психологии, которую я составил на основе разных понятий. В ведах нет такой дисциплины, как ведическая психология. Но читая Бхагавадгиту, читая Йога-сутры, читая философию, Санкья, Бхагаватан, Смрити-шастры, я накопил некоторые знания. Человеческое тело является механизмом. У нас четыре внутренние составляющие, которые очень важно понять. Читта, Аханкара, Манаса и Будхи. У каждого из них разные функции. Подобно тому, например, как есть компьютер. И в компьютере есть накопительный диск, процессор, экран, но нет Аханкара, потому что компьютер не живое существо. Итак, читта это то, где находится весь наш опыт. Чтобы вы не переживали, все сохраняется внутри вашей читы. Это подобно накопительному диску. Все, что я печатаю, идет на накопительный диск. Будхи подобен процессору. Он обрабатывает данные и создает файлы. Поэтому сон важен, потому что большинство процессов совершается ночью. Потому что когда данные приходят днем, у нас нет времени проработать их. Поэтому сон важен. Если вы не спите на протяжении нескольких дней, то вы можете даже сойти с ума. Все становится беспорядочным. Это то, что означает сумасшедший человек, то есть тот, у кого ум не организован. В противном случае человек выглядит нормально. Итак, Буддхи выполняет эту функцию. У него также много других функций, но я кратко говорю просто, чтобы вы поняли некоторые общие принципы. манус подобен экрану компьютера. Все то, что находится в чите, не может быть понято, ровно как и то, что происходит в Буддхе, но вы знаете то, что происходит на экране ума. Вы не знаете, что находится внутри грубого диска. Вы не знаете, как все выполняется процессором. То есть, если я нажимаю на что-то и открывается файл, я не знаю, как это происходит. Но я знаю то, что происходит на экране. Я понимаю это. Это то, что происходит на экране нашего ума. Итак, почему я вам это говорю вкратце? Когда вы рождаетесь как ребенок, помимо ваших вассан из прошлой жизни, в этой жизни вы все еще как чистый лист бумаги. Ребенок погружен во все окружающее. Если вы посмотрите на ребенка, особенно ребенка, лежащего в колыбели, увидите, что он смотрит очень внимательно, его чувства очень внимательны, потому что у него нет планов на будущее, у него нет воспоминания о прошлой печали, ничего подобного не существует для него. Поэтому он живет в настоящем, это как мы называем «здесь и сейчас», как название известной книги «Харт и Толли», «здесь и сейчас». И ребенок живет подобно этому. Животные также живут подобно этому, но у животных нет чита, или по крайней мере она не так работает. И так все записывается. Вы также изучаете язык, вы запоминаете слова, вы запоминаете эмоции благодаря этому процессу. К семилетнему возрасту или к тому времени, когда у вас выпадают молочные зубы и вырастают новые, 90% программирования закончено. Это то, что будет руководить вашей жизнью до конца вашего существования. Затем добавится только 10%. Поэтому очень важно, если я учитель, мне важно понимать психологию. Откуда приходит этот человек? Откуда он? Затем я могу понять, почему он ведет себя так или иначе, потому что у преминых также много проблем с гуру, друг с другом, критика, политика, ссоры. Происходит это повсеместно или нет? Почему все это происходит? Все из-за этих внутренних программ. Они в депрессии, они гневаются, они грустят. Порой преданные, которые выглядят как чистые преданные, на самом деле они созависимы. Созависимый преданный выглядит как очень хороший преданный. Есть нарциссические преданные, есть созависимые преданные. Они друг с другом ладят, и кажется, что у них все хорошо, но на самом деле нет. и рано или поздно все распадется. Это один из принципов, которые нужно понимать. И второй принцип, так как у нас не так много времени, вся наша шастра психологии. Есть материальная психология, есть духовная психология. Все связанное с Бхакти. Что такое Бхава, Бхава, Санчарь, Бхава? Это все психология. Учжуал Ниламани, Бхакти, Рассамрита, Синдху, это заключительная часть. Все это о том, как действует ум преданного. Именно поэтому, если вы хотите служить Кришне, вам нужно понять, что он личность. У него есть ум, у него есть мыслительные процессы. Как он думает, как он действует, как он относится к преданному, какие у него отношения с преданным. Это духовная психология. Но если вы не понимаете материальную сторону, вы хотите очиститься от мусора, от того, что препятствует вашему развитию, все это анардхи. То, о чем говорит Рупа Госвами. Это все анардхи. Что такое анардха? Анардхи являются самскарами, которые произрастают и заставляют нас думать. Все эти гханатарла, вишайсангара, все эти вещи вверх и вниз. Человек не может что-то делать, ни яма, акшама. Вишванархи Чакраватидхакура объясняет все это. Эти самскары играют с вами, и если вы не очиститесь от них, вы не сможете достичь уровня ништи. Как только вы очиститесь от них, тогда вы достигаете ништи. только тогда все станет гладким. А тебе говорится, что бхакти легко, но бхакти легко только на уровне ништи. Если вы еще не на уровне ништи, забудьте о легкости бхакти. Здесь нет ничего легкого, поэтому многие люди застревают и не знают, как выйти из этого положения. Поэтому моя программа заключается в следующем. Каждый должен понять ведическую психологию, то есть то, как ваш ум действует, каковы ваши проблемы, и оказать необходимую помощь. Также я разработал некоторые техники, которые позволяют переписать ваш накопительный диск, подобно тому, как вы форматируете. Есть вирусы, потому что все эти вирусы также являются программами, которые находятся на том же самом накопительном диске, где находятся и хорошие программы. Вы называете их семена и серняки. Также тогда избавиться от этих вирусов я разработал некоторые техники для того, чтобы помочь преданным. Удивительно. А затем вы можете обратиться к истинной психологии. Затем вы понимаете, почему преданные действуют определенным образом. В противном случае вы не понимаете их. Потому что очень сложно понять ум преданного и его психологии отлично от вашей психологии. Он парит на других программах. А у вас иная программа. Вы знаете его программу, а он знает вашу программу. Мне очень не хочется торопить вас на эту тему, подходить к концу, потому что она настолько обширна. Кажется, вы можете действительно больше рассказать об этом. Но если можете, может быть, в следующий раз я могу вас пригласить, чтобы вы рассказали именно об этой теме психологии. То, что вы рассказали на протяжении десяти минут, это потрясающе. И это настолько важно на самом деле понять себя, особенно для того, чтобы понять, почему преданные действуют тем или иным образом, или почему мы сами действуем определенным образом. Да, потому что мы следуем пути самоосознания. И самоосознание не означает только осознать, что я Атма, я слуга Кришны. Сначала необходимо понять себя, кто я такой, потому что мы также отождествляем себя с телом. Атма на санскрите означает все это, тело, и также ум, и также будхи. Кришна сам говорит, так много раз он использует слово Атма в одном и том же стихе, но в разных значениях. Поэтому Атма Сакшаткара или самоосознание означает сначала понять свое тело, вата питха капха, затем познать свой ум, сатва раджа стамас, и так много других разделений, затем понять мои нежелательные черты, анардхи и смайчиты. Это также осознание себя, потому что вам нужно избавиться от них. Вы должны использовать этот инструмент для достижения цели. Подобно тому, как у меня есть автомобиль. Мне нужно знать, почему он шумит. Кто-то может сказать, нет, нет, я иду во Вриндаван, мне нет дела до автомобиля. Да, но автомобиль это то средство, которое доставит вас до Вриндавана. Кто-то говорит, нет, нет, я медитирую только на Вриндаван, на развлечении Радхи и Кришни. Вы говорите, а теле это все майя. Это то, что мы слышали в Искон. Тело это майя. Я даже свое здоровье испортил за таких утверждений. Да, да, вы следуете разным глупым вещам, не есть вечером или таким образом поститься, все это ненаучные вещи. Нужно хотя бы понять Аюрведу для начала, которая является самой лучшей наукой о теле. Махарадж, очень приятно общаться с вами и слышать вашу историю. Большое вам спасибо за то, что вы описали все то, что вы сделали и это сугубо мое личное мнение, но я чувствую, что к вам отнеслись несправедливо. Нет, на самом деле я так не думаю. Я вам открыто скажу, я не держу обиды на Искон. Ни на кого бы это ни было еще. Даже те, кто действительно против меня, я могу с ними встретиться. Однажды я встретился с Джей Двайт и с вами неподалеку от Бостона, мы немного поговорили, но у меня нет никакого негативного чувства. Знаете почему? Потому что я ответственен за свои поступки. Просто говорят, ну часто они говорят, почему вы не беспокойтесь об Исконе или... Нет, я сам присоединился к Исконе по своему собственному желанию. Поэтому если бы мне нравилось, это мой выбор. Это было мое решение, никто меня не брал за горло и не заставлял присоединиться в Искон. Поэтому почему я должен кого-то винить? Если я должен кого-то винить, то только себя. Я совершил неправильный поступок, это было мое решение. Я несу ответственность за свои собственные решения, поэтому я ни на кого не держу обиды. Снова повторюсь. Хотя многие и думают иначе, я не могу изменить то, как они думают. И в конце концов я хочу попросить прощения, если мои слова затронули чувства кого-либо. Если кто-то обеспокоен моими словами, извините меня. Это не мое намерение кого-то обеспокоить. Это не мое намерение. Это не мои планы. Мой план очень простой. Я хочу быть преданным и оставаться преданным и прокатилаковать преданность, исследовать шастры. Спасибо большое. Спасибо большое. Махарадж, пожалуйста, останьтесь онлайн, я пристанавливаю запись. Харе Кришна всем. Спасибо, что слушали. Харибу. Харибу. Кришна